К другим темам. Новый водный кодекс вынесут на обсуждение с общественностью. Об этом заявили в Министерстве экологии и природных ресурсов. Документ практически полностью переписали, говорят специалисты. Дело в том, что те нормы, которые действовали с 2003 года, устарели и требуют обновления. Новая версия почти готова. Азиза Закумбаева расскажет подробнее. Судьбой водных ресурсов в стране обеспокоены как чиновники, так и экологи. Активист Ясинбай Нуров уже третий год поднимает вопрос обмеления Каспия. Одна из главных причин, по его мнению, незаконно установленные крупными землевладельцами плотины на реке Оил, которая впадает в море. Из-за подобных действий его может ждать участь орала, заявил эколог. Мужчина предлагает взять проблему под жесткий контроль. Я знаю, что сейчас в кодекс вводятся изменения. Уже ознакомился. Затрагивается вопрос рек, которые я также поднимаю. Если бы такие изменения были внесены, я бы подписался. В новый документ также ввели понятие «экологический сток». Это тот минимальный объем речных вод, за барьер которого нельзя заходить. То есть он должен сохраняться в природе, чтобы не нарушить экологический баланс водоемов. В Минэкологии предлагают установить норму для всех речных стоков, свыше которой забор воды будет под запретом. Намерены ввести мониторинг и учет ресурса. Мы прописали все функции, органов которых государственных и других органов, которые в этом процессе задействованы. Прописали задачи и цели научной нашей организации именно в части обеспечения этого учета водных ресурсов и построения достоверных, научно выверенных прогнозов, разумеется, в том числе и с учетом изменения климата, в первую очередь, с учетом экономической обстановки. В Казахстане всего насчитывается 8 водохозяйственных бассейнов. По каждому из них разработают план охраны использования водных ресурсов. Специалисты будут анализировать и прогнозировать в соответствии с текущей ситуацией. Поэтому также введено понятие «среднесрочное и долгосрочное планирование». После разработки всех бассейновых планов будет разработаться национальный план интегрированного управления водными ресурсами в масштабах уже всей страны. Это тот документ, на основе которого, как мы заявляем, должны будут в дальнейшем разрабатываться и планы развития территории, и национальные проекты, и проекты развития отдельных отраслей. Затрагивает кодекс и стоимость воды, а также применение современных водосберегающих технологий. Как отмечают в Министерстве, вода в стране должна соответствовать своей экономической цене. А если рассматривать ресурс как природный, то ему цены нет. Поэтому будет выстраиваться как налоговая, так и тарифная стоимость. Азиза Закумбаева, Арман Ахшабаев, Хабар, 24.